У нас сегодня и новые люди есть. Татьяна, смотрю, пришла давно, мы не видели вас, славу. Расславляем, аллилуйя. Сонар. Все, я увидел Сонара и не могу вспомнить имя. Что-то с радаром связано. Видел Сонар и не может говорить, как вы имя тому. Сонар, мы тебя приветствуем в нашем собрании и очень рады тебя видеть. Могу с радованием, да ты видишь. Жалко, что ты без скрипки, но в следующий раз обязательно со скрипки приезжай. Нам очень нравится, как ты играешь. Мы тебя очень сильно полюбили за твоё поклонение. Ещё у нас новый брат тоже с таким именем, который я сразу не запомнил. И мой новый брат. Каус. Это армянское имя, которое переводится как «пришествие». Христианское имя. Давайте поприветствуем «пришествие» Кауса. А кто у нас ещё первый раз пришёл? Поднимите, пожалуйста, руки. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Настя. Вы откуда? У меня есть украинский город Херсона. Мама Таня, твоя мама. А, Татьяну мы уже знаем, познакомились. И это церковь Кустиана. Слава Богу, очень приятно. Давайте поприветствуем. Все получили вот такие книжки сегодня. Все получили вот такие книжки сегодня. А, вот Аня, да, ещё не взяла. Аня, возьми, пожалуйста. Сегодня у нас тема о спасении. И не знаю, кто это к нам прислал. Даже не знаю, кто это к нам прислал. Просто пришла посылка на адрес нашей церкви. Просто на адрес они и дошла та заплатка. И книжка называется «Основные факты, которые нужно знать о спасении». Автор Ларс Данберг. Такой очень опытный служитель Божий. Меня впечатлило то, что он служил в 86 странах мира. Он уже в таком солидном возрасте. И всё, что он узнал за всю свою такую многолетню веру. Он изложил свои книги. То и написал в тазе книга. И я поэтому разнал, чтобы вы также могли следить. Что-то я буду открывать сегодня из этой книжки. Я сразу в тазе книжки задумаю, что следите, как его проповедуем. Что-то я буду открывать сегодня из священного писания. Нечто, что читает в тазе книга, нечто от Библии. В этой книжке он приводит факт. В тазе книга ему факт какой-то, что я указываю. Что понятие спасения, оно такое фундаментальное в Библии. В Библии понятие спасения используется 286 раз. Эта книга, она доказывает. И тазе книга доказывает. То, что убедиться в своем спасении. можно еще при нашей жизни, а не узнать только после своей смерти, спасен ли я или нет. Автор приводит определение, перевод слово спасения с греческого и еврейского языков. И на четвертой странице вы сможете сами прочитать. И на четвертой странице, можете сами прочитать, что слово спасение буквально означает уберечь или защитить от природной опасности. И не имеется в виду только от какой-то природной опасности в плане землетрясения, например, или ненаводения. И не могу предвидеть природную опасность самому как то землетрясение. Самая большая опасность природы это какая природа? Это наша греховная природа, с которой мы пришли в этот свет. Писание говорит, что мы уже во грехе родились. И наша природа глубоко греховная. И вот кто спасет нас от вот этой природной... И кое-что не спаси у тази природы. Греховность. И Писание очень четко дает нам понять, что только одна личность спасает нас. Самая одна личность может да не спаси. Спасение в христианстве и спасение в христианстве подразумевает избавление от самой страшной опасности от греха в человеческом сердце. Можешь сказать на это аминь? Давайте мы коротко помолимся. Потому что, какими бы способностями я бы не обладал, я эту тему раскрыть не смогу. Потому что эта тема, она тоже сверхъестественная. И открывается она только Духом Святым. Личностью Иисуса Христа. Поэтому так и написано. Что на Писании по сей день лежит покрывало. Но Писание-то и сега има покрывало. Не все могут понимать Писание. Не всички могут разбирать Писание-то. Но снимается это покрывало. Но тва покрывало с и маха. Кем? Кой маха тва? Только нашим Господом Иисусом Христосом. Слава тебе, Всемогущий Бог! Слава всемогущий Божий! Ты обещал нам, что там, где двое или трое, собраны во имя Твоем, там Ты уже посреди нас. Тебе че си посреди тех. Поэтому мы знаем, что Ты сегодня здесь. И не знаем, че Ты си тук сега. Преломляй нам сегодня свой хлеб. Своё тело. Своё тело. Своё слово. Своё то слово. Чтобы мы могли уразуметь. Чтобы мы могли уразуметь. Чтобы мы могли вкусить. Чтобы вкусим. потому что ты сказал когда-то, что если мы будем есть этот хлеб, который есть тело Твое, то мы не умрем, но будем иметь жизнь вечную. Спасибо тебе, дорогой Господь. Молимся во имя Твое. Наш Господь Иисус Христос. Аминь. Я открою сегодня первое место. И ще отворя днеска първото место. Одну минутку. А, нет-нет, мне сегодня сцена нужна, поэтому я это не занял ее сегодня кафедрой. Оно написано в послании к римлянам, в восьмой главе, с 32 стиха. И здесь написано так. Апостол Павел пишет. На проекторе мы можем... Апостол Павел пишет в римляне и осма глава, от 3 севторий стих. Читает на болгарском языке. Я прочитаю. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним нам не дарует и всего. Вот, вы знаете, сегодня у нас будет особенное служение. Не скажите, мы особенная служба. Это не написано в этой книжке. Твоя написала в тазе книга. Это... Такое очень... Я думаю, что откровение, которое мы сегодня будем получать все вместе. Мне хочется так верить. Вот о чем здесь написано? За какого пишет Тук? Здесь задается вопрос. Тук задавал вопрос. Он задается всем нам. Тот, который... Ну, то есть Бог... Бог. Который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Как нечто не подарит заеду снегу и всичку. Задайте сегодня или попытайтесь ответить на сегодня вот этот вопрос. Супитайте, да отговорите на този вопрос здесь. Чего всего? Какого это во всичку? Что Бог подарил нам во Христе Иисусе? Какого Бог не подарил в Иисус Христос? Какие первые мысли приходят? Какие первые мысли видят? Что всего? Какого это во всичку? Ну, например. Бессмертие. 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 Спокойствие. Спокойствие. Мир. Мир. Благоденствие. Абсолютное здоровье. Абсолютное здравие. А что еще обозначает всего? Какого что может означать лысичку? Вы знаете, то, что Вы сейчас отвечаете, это все правильно. Но это с позиции человека. Вы знаете, очень важно. Мне помогло лично, что я когда-то проповедовал в Пекине. В китайской церкви. И тема моя была такая. Это была целая серия проповедей. Которая называлась. Мыслить категориями Бога. Да мыслим с категориями Бога. Мы имеем разум Христов. Аминь. Очень важно размышлять с этой позиции. И много важно размышлявать от тази позиции. А что думает Бог по этому поводу? Как бы мыслить Бог по този вопрос? Я сегодня хочу пригласить на сцену, чтобы это было очень наглядно. И искренне да покажем допускание на сцену для един человека. Который бы нам помог немножко, чтобы это представить лучше. Ну, хочу Романа пригласить. Потому что... И искренне да покажем Роман. Роман, можно вот сюда попросить встать? Он сыграет роль Бога сегодня. То есть, ты играешь роль на Бога несколько. Думаю, что похож, да? Мыслить приличие. Ну, мы сотворены по образу и подобию Божьему. И есть мы сотворение по образу и подобию на Бога. Тем более, когда мы во Христе Иисусе. И особенно кугатостно в Иисус Христос. Писание говорит, что Иисус Христос, Он не был сотворен ни по образу и ни подобию Божьему. И Писание доказывает, что Иисус Христос не был сотворен ни по образу, ни подобию Божьему. Иисус Христос придет чуть попозже. А пока Роман, Он сотворяет все видимое и невидимое. Посредством Слова Своего. Сказал свет и стало так. Твердь и стало так. Сказал, да будет вода, которая... Твердь, которая отделяет воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. И стало так. Сотворил растительность. Все живое. Животных. Рыбу. Птиц небесных. И все прекрасно было. И Он сказал, ну весьма хорошо. И в конце концов Он решил сотворить человека. По образу и подобию своему. И Он создал кого? Создал Адама и Еву. То есть создал Адама и Ева. И они были прекрасны. И Бог сказал, это весьма хорошо. И той, который создал много добрей. Сперва Он создал Адама. Начало-то я создал Адама. Мы все это знаем. Всички знаем това. Взял из ребра. То есть взял от ребра. И сотворил ему Еву. И сотвори Еву. Первая операция на земле, правда? Первая операция на земле. И нехорошо быть человеку одному. Не добре на человек да будет сам. И все шло прекрасно. И всичку вервеште много добре. Вот живите в этом раю. Живейте в този рай. Вечно. Вечно. Ну только вот от дерева познания, добра и зла не вкушайте. Само от древота на познание, на добро и зло не хапывайте. Первые люди жили долго. И первые те хора соживели много долго. Они были предназначены для вечности. Те собили предназначение за вечности. Ну вот что-то их начало где-то так соблазнять. Но нечто я започнил, когда ги соблазняла. Пришел соблазнитель. Душил соблазнителя. И сперва соблазнил Еву. Начало-то я соблазнил Ева. И потом Ева предложила мужа своему съесть. И он тоже решил попробовать. И в лице Адама Все человечество что? Цялото человечество Согрешило. И в този момент Каждый человек уже рождается в грехе. В грехе родила меня мать моя, пишет Псалмопезис Давид. И вот мы смотрим, да? И не гледаме. Человечество живет. Человечество тоже живее. Бог дает первый завет. Бог дала первый завет. Но на самом деле завета было много. Имаше много заветов. Мы читаем про завет с Авраамом. Читаем про завет с Авраам. Мы читаем про завет с Ноем. С Ноем. Но мы знаем два завета на сегодняшний день. Мы знаем самые два завета. Основных. Основники. Это Старый завет. Старый завет. И Новый завет. И Новый завет. Старый завет был основан на Моисеевом законе. И Старый завет был основан вверху Моисеев закон. Бог дал человечеству закон. Для чего? Чтобы люди не поубивали друг друга. Правильно, да? Просто размножались, плодились, были благословенны. Даже в Новом Завете это имеет силу. Когда апостол Павел восклицает, он пишет это церкви. Смотрите, чтобы вы не были истреблены друг другом. И это апостол Павел пишет христианам. Представляете, если незаметно отойти от Духа Святого, то мы можем просто отпасть. И приходит обратно вот эта падшая природа, которая разгорается, может так сказать, от хиенна огнина. И люди готовы истреблять друг друга. Это то, что без Духа Святого. Но Бог нечто предусмотрел. Прежде сотворение мира, прежде сотворение мира, Бог уже что-то предвидел. Бог уже предвидел нечто. И жертва уже была принесена. И жертва-то вече была направена. И была заклана. Бог уготовил. Аминь или не аминь? Эта жертва была уже предусмотрена. И тази жертва вече была предвидена. Что это за жертва такая? Какова это за жертва? Ветхий Завет приводит очень много прообразов, примеров. И в основном за грехи народа приносилась жертва. Заместительная жертва. Можно было зарезать или барана. Или горлицу, голубя. Важно, чтобы пролилась непорочная кровь. Чистого и непорочного животного. Израиль это делал. И мы помним, что это имело власть. И помним, что это имело власть. Израиль мазал косяки дверей. Израиль мазал. Праговайте на вратите со стази крови. Во время своего исхода из Египта. По времету на свой исход от Египет. И что происходило? И ангел-губитель проходил мимо. А на тех домах, где не было кровь, заходил ангел-губитель. И первенец в этом доме умирал. Погибал. Парвородейните са умирали в тези кушти. Что предусмотрел Бог вот в этой жертве? Какво предвидел Бог в тази жертва? Это был только прообраз непорочного агнца Божия. И в свое время пришел Господь Иисус Христос. И пролил свою непорочную кровь. За грехи всего мира. За греховетий на цели света. И смотрите, что происходит. Вот я задал вопрос. Что подарил нам Бог во Христе Иисусе? Что здесь сказано? Как с Ним, с Иисусом Христом, не даруют нам и всего? И вот послушайте внимательно сегодня. Я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос. Что у Бога есть самого драгоценного? Что Он захотел подарить нам во Христе Иисусе? Вот Рома, ты Бог. Что для тебя самое драгоценное, что ты хотел нам сегодня подарить? Ты тоже можешь ответить. Если это придется. Что самое драгоценное у Бога? Да, Сын очень дорог. Ещё. Спасение, вечная жизнь. Вечное спасение. Что ещё дороже? А что дороже всего для Бога? Душа человека, да? Душа, душа на человек. Узнаете параллельное место вот этого стиха, который я только что прочитал. И параллельное место, ну, то есть стих какой-то прочет. Вы можете проверить. Послание Кремлина 8.32. Параллельное место – это знаменитое Евангелие от Иоанна 3.16. Евангелие от Иоанна 3.16. Хоть можете его наизусть процитировать это место? Любовь. Бог есть любовь. Бог и любовь. Любовь. Всё-таки последний ответ я хочу услышать. Аминь. Мария, респект. Я вот этого ответа ждал, потому что для меня лично это было откровением. Бог нам подарил самого себя. Бог не подарил себе. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Что может быть дороже самого Бога? Как вам может быть подскрытым самим Богом? Вот Бог. Твой Бог. Полнота, наполняющая всё во всём. Полнота, наполняющая всё во всём. Это даже вообще немыслимо. Твой немыслимо. Отец Вечности написано. Тот, кто создал время. Тот, кто создал время. Тот, у которого нет ни начала и нет конца. Тот, с которого всё началось. Тот, который может всё абсолютно быстро закончить. Отдаёт нам самого себя. Во Христе Иисусе. Ибо так возлюбил Бог этот мир. Что во Христе Иисусе. Он нам отдаёт свою душу. Открывает своё сердце. Роман, открой своё сердце. Утваря своё сердце. Есть какой-то знак, как ты можешь выразить, что твоё сердце открыто и входите в меня. Как можешь, да покажешь, что сердце у тебя открыто, утворено. Новотивы можете в это сердце только одной дорогой. Что написано про Иисуса Христа. Он есть путь. Он есть истина. И Он есть жизнь. И никто не ходит в Отца. Как только через Него. Только через Иисуса. Само через Иисуса Христа. И узнать, это самое драгоценное, что может Бог нам дать вообще. Дороже всего. Я раньше думал, ну что всего? Бог, наверное, приготовил мне там того, что не видел глаз. Может быть, меня подготовил того, кого-то не видал ухотами. Что не слышало ухотами. Но я не могу даже себе такого представить. Но вот для меня это было большим откровением. За мен това беше голямо откровение. Что Бог приготовил меня себя самого. Че Бог ми е подготовил себе си. В Иисус Христос. Вы знаете, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Первосвященниска молитва. Първосвященниска молитва. Семнадцатата глава. Иисус Христос говорит. Иисус Христос казва. Я и Отец одно. Аз и Отец ме одно. Как я в Отец, так и Отец во мне. Но что потом он добавляет. Так и вы в нас. Кому и когда из ангелов. Бог сказал. Ты сын мой возлюбленный. А нам Бог это говорит. Во Христе Иисусе. Если ты во Христе Иисусе. Если вера твоя не тщетна. Как Павел пишет. И вы знаете, это очень ответственно. И твоя много отговорна. Бог смотрит на нас сегодня. И Бог не глядит нас. И для Него очень важно. И за Него много важно. Увидеть в нас. Давидив в нас. Своё отражение. Своё отражение. Вошли ли мы туда. Влезли ли мы там. Куда? Кады? Зачем завеса разорвалась? За что завеса-то се раскрасывала? Сверху донес. От горы на долу. Сам Бог её разорвал. Завеса. Чтобы мы имели возможность. Задаймо мою возможность. С дерзновением написано. С дерзновением. Войти. Во святая святых Бога. В самое Его сердце. Вы услышите меня. Ни куда-то во Внешний двор. Ни в Вншнее двор. Ни куда-то во Святое даже. Ни в самого Внешнего светодом. Ни просто в небеса. Ни просто в Золотой Иерусалим. Ни просто в Золотой Иерусалим. Ни просто походить там по Золотой Улицам. Не то, что мне там особняк приготовили, и я там буду жить вечно. Войти в самое сердце Бога. Вот это подарок. Я хочу сказать, что мы смотрим сегодня на Бога, в лице романа. Я хотел бы, чтобы вы это увидели сегодня. Моя цель сегодня показать вам и доказать, чтобы это отразилось, запечатлелось в ваших сердцах. Спасение только в Боге. Вечная жизнь только в Боге. Если вы войдете в Бога, то смерть, никакая смерть вам уже не страшна вообще. Бог не знает смерти. Он вне смерти. Он вне времени. И Он даже стоит над вечностью. Он создатель, творец вечности. Все то, что вне Бога, все то, что сотворено, вы знаете, у всякого творения есть начало и есть конец. Есть начало у звезд. У звезд есть конец. Я даже сегодня так скажу. Есть начало у ангелов. Есть конец у ангелов. Потому что это тварные существа, а не творения. Их Бог сотворил. И у них есть предел. И Бог может опять создать себе ангелов. Мы знаем, кем был Сатана. Мы знаем, кем был Сатана. Он был хирургим. Той был хирургим. Занимал очень высоку позицию. Той имел высоку позицию. Но придет время. Но дойде времето. И он будет гореть. Той ще гори. В вечном аду. В вечен ад. И в конечном итоге будет уничтожен. И в край на край, вся земля со всеми делами будут гореть. Будут гореть очень долго. И ще гори много долгу. Роман, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Благодаря тебе. Молодежному пастору. Я хотел сегодня, знаете, об этом сказать. И с кем на каждой днец. Немножко о своих таких переживаниях. И откровениях. И откровениях. Последних. Последних. Конечно, непопулярно. В каких-то странах уже запретили проповедовать об аде. Слава Богу, что Болгария пока еще не запрещает. Я периодически говорю об аде. Почему? За что? Потому что Иисус Христос об этом говорил. Если бы Иисус Христос об этом не говорил, я бы об этом тоже не говорил. но так как мой господин говорит. Но мой господин говорит. И я тоже коснусь. Хочу коснуться этой темы. И за то, и искам да докосна тази тема. Мне пришло такое видение. И получих видение. А то, что какой-то человек просто попадает в ад. И один человек попадает в ад. И Иисус Христос говорит, там будет плач и скрежет зубов. И Иисус Христос сказав, что там ще има много плач. Ад это такое место. И Иисус Христос на зубе. Где находятся личности. И ад в твоем месте. Которые приняли решение когда-то. Когда это снабирать личности какую-то сняку с апреля решение. Все предложения о спасении. И ты с апреля решение да откажешься какие-то предложения за спасение. А их в жизни любого человека. А в чего-то на всякий человек. Сотни тысяч и миллионов. И ему много такого предложения. Способов, шансов, случаев. Нече никак да получат спасение. Которые были не случайны. Вот человек их всех отверг. И человек просто отказывает всички тезисти. И добровольно. Вот поверьте, добровольно. Добровольно. В аду только добровольцы. И в ада има само доброволцы. Добровольно пошел в ад. Доброволно отива в ад. И вы знаете, находясь там. И намеряйки себя там. Трилиарды лет. Трилиарды години. Человек проанализирует каждую секунду своей жизни. Чувек, который проанализирует всякую секунду в своем животе. Как вы думаете, успеет? Как together, успеет? Уйма времени. Уйма много времени. Чтобы вот в этом адском огне проанализировать каждую секунду своей жизни. Да, анализируя всякую секунду от своей жизни. Я вот по профессии психоаналитик. По профессии сын психоаналитик. Я профессиональный психотерапевт. Много жизни и проходишь через мою жизнь. Профессионально. Я анализирую. меня смело можно назвать мозговедом. Потому что я помогаю людям что-то осознать, что-то подсветить. Что-то подсветить человеку. И вот я и сегодня это пытаюсь сделать. Вот человек попадает в ад и оттуда он уже никогда не выйдет. К величайшему несчастью. К много голяму нещастие. И за вот эти триллиарды лет он успеет осознать каждую секунду и микросекунду своей жизни. Которая по сравнению с вечностью это ничто. Это вот просто бзык. Просто вот так. Вспышка. А для кого-то даже и не вспышка. Писание очень четко говорит пар являющийся на малое время. Пар. И Писание показывает, что твой пар пар вышел. Пара за малое время. Кое-то просто излязла. И этот человек будет вспоминать. И то есть человек, что все вот эти случаи и ситуации и предоставленные Богом возможности спастись и не попасть в это страшное место. И он увидит, как он всеми этими ситуациями пренебрег. И то есть увидит, как просто бросил их в лицо Бога. Просто и схвырлил всички тези ситуации. Просто плюнул ему в лицо. Просто и... Не нужно мне этого ничего. Как-нибудь без Бога обойдусь. Сам. И решил, что я буду без Бог. И он увидит. В духовном мире он увидит. Ему покажут. Что ему покажут. Было миллионов случаев. Когда ты мог спастись. Потому что Бог для того, чтобы человек спасся Настолько все упростил. Вы знаете, как просто спастись? Насколько просто спасти свою душу? Что для этого нужно? Какого нужно за тобой? Просто призвать имя Господа Иисуса Христа. Просто призвать имя на Господа. И все. Бог со своей стороны облегчил эту функцию до такой простоты, что люди в это даже не могут поверить. Что? Просто призвать имя Иисуса? И все. Иисус, спаси меня. Помяни мое имя на небесах. Сказал разбойник. И разбойник на крыстой сказал Ныне же будешь со мной в раю. И обратная сторона. И, конечно, есть хорошая сторона. Что спасенные мы будем вечно пребывать в Боге. И мы туда тоже уже никогда не выйдем. Бог предоставляет нам вечное спасение. И Бог не дала вечное спасение. Более того, Бог предоставляет нам возможность стать Его частью. Слышите меня? Чувателемы. Кость от кости Его. Плоть от плоти Его. Плоть от плоти Его. Чтобы я не был голословным, я дочитаю сегодня вот это место к римлянам, восьмая глава. Дальше. С 33 стиха. Римляне, осмогова, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос, Иисус, умер и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За Тебя умрешляет нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все себе преодолеваем силу возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Даже ангелы нас не могут отлучить. Дури, ангелы-то не могут... Если ты познал. Да не отлучат. Вот если ты познал Божью любовь, если ты туда вот вошел хотя бы один раз, с дерзновением, просто вот так осмелился, а я хочу, я сделаю это. Я войду в самое сердце Бога. Когда-то я попросил Бога явить себя самого свою любовь так, чтобы я просто почувствовал его. пережил глубину его любви. Вы знаете, Бог излил такой огонь и Бог излил такой огонь и такой любовь в мое сердце, что я подумал, не, не подумал, я пережил вот это настолько сильно, я пережил это. Пережил то, что у меня было такое чувство, что сердце мое сейчас просто лопнет. От вот этой безграничной любви. Я начал кричать, Господи, остановись. Потому что мне стало страшно, что я сейчас умру. Но чуть позже я понял, что от любви Божьей не умираю. От нее воскрешает трещина жизнь. Очень классно пережить Божью любовь. После этого ты от нее уже никогда не откажешься. Не сможешь отказаться. Я уже 30 лет в Боге. Я никогда не думал. Мне мысль такая не приходила. Оставить Бога. Не прийти в церковь. Не помолиться днем или утром. Хотя бы раз в день не прочитать Библию. Какое-то место, какой-то пассаж из Писания. Хотя бы один день в день минут 15-20 обязательно помолиться. Поразмышлять над Писанием. Пообщаться с христианами. Со своими братьями, со своими сестрами. Это дает подпитку. Это преисполняет. Я постоянно переживаю Бога. Постоянно переживаю вам Бог. И вот в 30 лет мы уже с Наташей вот так двигаемся. Во Святом Духе. И вы знаете вот это вот переживание. Когда ты познал глубину спасения. И страх того, что человеческая душа может попасть в ад. Появляется страстное желание спасать. Вы знаете, когда у человека появляется желание спасать. Это значит, что он же сам пережил это. Вот эту любовь. Ему хочется поделиться этой любовью. А с другой стороны, всем нам не хочется, чтобы кто-то реально пошел в это страшное место. Когда я уверовал и пережил первую любовь Иисус Христа, все мои самые близкие друзья, они уверовали. Я просто ходил к ним и говорил, проповедовал, проповедовал, говорил о Божьей любви. Мои родные, они меня не поняли. Они подумали, что я попал в какую-то секту. Ты мамам не сказала, что или отрекись, или перестань ходить туда, или уходи из дома. И я ушел из дома. Я жил в квартире своего старшего брата, но потом через какое-то время я утвердил своего спасения. Очень важно на спасение утвердиться. И все равно пришел и к своему отцу, который от меня когда-то отрекся. отрекал от меня. Мы с ним примирились и с примирихме с него. И това история, за която проповедвам понякога. И в 69 лет он заболел раком. И когда той бил на 69 години, той се разболел от рак. И я ездил к нему и ставал системе. И идвах при него и гледах. Сильные наркотические анальгетики. И у меня в один день пришло слово знание, что сегодня отец умрет. Я сказал об этом Наташе. Я поехал к отцу. Мы и до этого молились молитва покаяния. Я приглашал к нему священника. И отец успел перед смертью исповедовать все свои грехи. Но когда я к нему приехал последний день, когда дойдох при него, я знал, что я больше его не увижу. Я очень хотел оградить своего отца. От ада. И сделать еще что-то, чтобы мой отец с уверенностью пошел на небеса. И предложил папе помолиться. Папа смотрел мне в глаза. И я сказал след ме вот эти слова, которые буду говорить. У моего отца я получил такое открытие. У него были темно-синие, глубокие глаза. в жизни он никогда не смотрел на меня. Тут он посмотрел мне прямо в глаза. И он начал повторять слова. Господи, прости меня за все мои грехи. Мы все эту молитву знаем. Кстати, в этой книжке приведена очень хорошая молитва покаяния. Я видел на лице своего папы и в его глазах выражение. Он молился со мной только из уважения ко мне. Ему было неудобно не молиться. Ну хорошо, ну давай помолимся. И он так улыбался. Немножко с ехицей. Малко така над мен. Ехидно, да? Има ли такава дума? А, ехидно. Да. Но когато мы дошли до тех слов, когато нужно было сказать Отец приеми меня в свою славу. И благодарю тебя за то, что ты приеми меня в свою семью. Я мил меня своей драгоценной крови. Я увидел по его глазам, что отец что-то пережил прямо сейчас. Его лицо озарило вот такая святая улыбка. Он так хорошо улыбнулся. Но закончили молитву, я встал и уехал. И та сиделка, которая сидела с отцом, через четыре часа перезвонила мне и сказала, что мой отец умер. Но умер он как-то хорошо, так сказала. Как будто просто закрыл глаза и уснул. Но все равно я попросил у Бога, Господь, покажи мне, мое сердце успокоится, когда я буду точно знать, что мой отец во спасении. И Бог показал мне этой же ночью, что отец мой стоит в белом одеянии и улыбается. И я понял, что отец в хорошем месте. И мое сердце сегодня спокойно. Оно преисполнено радостью за то, что я сделал как сын все возможно для своего отца. для своей мамы я уехал в Болгарию. Мама уже очень сильно болела. Она перенесла инсульт и она уже не ходила. Мы с семьей периодически приезжали, посещали, когда имели возможность, я получаю опять слово знания. нужно ехать в Казахстан, потому что мама скоро умрет. Я посетил маму свою и когда нужно было уже улетать, я точно знал, что маму я больше уже не увижу. Я подошел к маме, она была одна дома. Я сказал что помолим заедно. Она мне ничего не сказала, что она не против. Я ее обнял и она заплакала. начал произносить слова и она повторяла. Когда я уехал, через какое-то время мама умерла. Я опять обратился к Богу. Господь, я не хочу, чтобы у меня были какие-то сомнения или колебания. Я точно хочу знать где моя мама. И Бог через какое-то время показал мне маму. Я плыл по какой-то реке. Было наводнение. И я вижу какую-то хибарку. Как изба. И она уже затоплена и крыша уже почти под водой. Я за мое сердце подсказывало, что туда надо заплыть. Я увидел, что в углу бьется человек. Я подплываю к нему и вижу, что это моя мама. Мама, держись за мою шею, мы выплывем отсюда. глубоко вдыхни и ныряем. Мы вдохнули и взех в воздух. Я хорошо ныряю. Я проплыл в пространство и мы выплыли из этого дома. Мама держалась за мою шею и мы уже плыли по течению. и мама мне шептала на ухо. Сыночек, ты всегда был моим самым любимым сыном. Ты все сделал для того, чтобы мне было хорошо сейчас. Это мое личное свидетельство. Вы знаете, я со своей стороны мне сегодня не стыдно кому-то рассказать об Иисусе Христе. Я делаю это при любой возможности, когда чувствую в духе, что человек готов принять вещь. Но вы знаете, что я точно знаю? Какое исповедание будет у нас там на небесах, когда мы будем уже в хорошем месте, но мы будем видеть тех людей, которые мучат в воду. Об этом тоже говорит Иисус Христос очень подробно. Это история о Лазаре и богаче. Богач попал в воду и видел, что делают святые там на небесах. Лазарь попал на рай и видел, что там делают горящую воду. от нас к вам уже не переходят. описано, правда? И вы знаете, кто смотрел список Шиндлера? Очень хороший фильм, правда? Знаете, в конце фильма Шиндлер говорит одну уникальную фразу, когда он спас очень много евреев, во время Холокоста и одному еврею по согласию выбили золотую зуб и вылили золотую печатку для Шиндлера и надели ему на палец и благодарили его за спасение. Что Шиндлер сказал? Я мог бы спасти больше Я мог бы спасти еще 10 человек Я мог бы спасти еще 50 человек Я могу спасти еще хотя бы одного человека Вот эту фразу мы будем говорить там на небесах вот поверьте мне когда мы будем смотреть туда в ад и будем видеть как там люди мучаются и будут мучиться они там вечно и оттуда они уже никогда не выйдут и ты скажешь эту фразу Я мог бы спасти больше Я мог бы спасти этого человека Скажи Аминь сегодня Мы сегодня прочтем еще одно последнее место и я заканчиваю Я верю в то что у нас сегодня очень важное служение Потому что в твоей жизни что-то может произойти Вот книжки которые сегодня нам так хорошо прислали и подарили приводятся такие важные шаги там соописаны важные стыбки это написано на 18 странице предпоследний абзац новозаветные послания описывают три стадии спасения первое это дар Божьей благодати что является первой причиной и основой спасения вторая стадия непрерывный процесс освящения христианина мы призваны к постоянному освящению через познание Святого нашего Господа Иисус Христа и третья и последняя слава которая ждет верующих вечности христиане с уверенностью ожидают пришествие Иисуса Христа чтобы получить обетованные нетленные тела и разделить Божью славу с Ним в вечности Я прочитаю второе послание Петра с первого стиха первая глава очень важное место Симон Симон Петр раб и апостол Иисус Христа принявши с нами равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью которому даровано нам великие драгоценные обетования дабы вы через них соделались кем? Причастниками Божественного Иисусства кем Бог соделал нас во Христе Иисусе по Писанию как вы Бог не направил мы причастники скажи я причастник есть мы участницы Божественного естества я часть Бога я часть Его Вечности я предназначен для Вечности для Вечного спасения если я только верю в Иисус Христа и вполне доверяю Ему и давайте мы до конца прочитаем удалившись от господствующего в мире растления похотью то вы прилагая к всему все старание покажите вере ваше добродетель в добродетель и рассудительность в рассудительности воздержание воздержание терпения в терпении благочестия благочестие братолюбия а братолюбии любовь если это в вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих посему братья более и более старайтесь сделать твердым ваше знание и избрание так поступая никогда не преткнетесь ибо так откроется вам свободный вход вход свободен слышите свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и вы знаете Бог сегодня смотрит на нас и Бог сега не гледа и Бога сегодня совсем не впечатляет и Бог не се впечатлява от това че в церкви много даровете се практикуват даровете на святого духа на чем Бог ставит свой акцент и на какво Бог поставя акцент и что впечатляет Бога проявляется ли в нас проявявали в нас Его Неговата Божий характер и естество потому что если ты в Боге но автоматически Его характер будет проявляться в тебе что за характер это плод святого духа который есть любовь и радость и мир и долготерпение аминь или не аминь характер Бога когда мы не просто терпеливы а долготерпеливы через край потому что такое качество есть только у Бога Бог написано долготерпит нас и мы призваны долготерпеть если у тебя есть на кого-то обида ну не держись за эту обиду Бог всех нас терпит я уже заканчиваю я задамся опять же теми вопросами с которых я сегодня начал для чего спасение для чего нас Бог спас от чего нас спас закрепи материал Бог нас спас от власти греха от власти этого мира Бог нас спас от смерти от второй смерти от вечной погибели от дьявола от его атак для чего спас для своего вечного спасения но самое главное для чего спас он спас нас для самого себя чтобы впустить нас в свое сердце во святая святых чтобы мы вошли туда и Богу хочется чтобы нам там понравилось потому что не все туда хотят входить не все спасутся к сожалению написано что он умер за многих за многих не за всех но не за всички за многих пролил кровь так написано но опять же не за всех для кого-то проповедь наша написано так ее рост безумие как мусор какой-то Иисус предупреждает не перед всеми мечите бисер потому что некоторые могут повернуться и вас просто растоптать но когда есть шанс если ты спасен если ты по-настоящему спасен то конечно тебе захочется спасти еще кого-то мы все призваны к благовествованию и мы все благовестители и вот это очень радостная вещь сегодня Бог отдал нам всего себя себя самого Он открыл нам свое сердце может сказать на это аминь ты в это веришь вообще веришь ли ты в то что можно вообще войти в Бога но это все равно что спросить веришь ли ты вообще в Божье Слово Божье Слово это верное обетование Бог никого не обманывает аминь Он не человек чтобы обманывать написано его обещания это всегда да и аминь и неговите обещания винаги са да и аминь и неговито слово и верно и вы знаете меня это покупает и това ме подкупва когда я узнаю о том что Бог открыл мне свое сердце и позволяет войти туда и повече да не бъда послушайте внимательно больше не быть творением в Боге я уже больше не творение я часть творца Бог так хочет Иисус так хочет это Его заповедь я в отце отец во мне и вы все в нас скажи аминь давайте мы склоним наше сердце и коротко помолимся и кратко помолимся дорогой отец спасибо за Твое слово спасибо тебе за Твою благую весть это воистину радостная весть благая весть счастливая весть весть которая делает нас счастливыми мы даже до конца не можем осознать ту возможность тот шанс который нам дан ту благодать ту милость которая нам дана во Христе Иисусе войти через эти двери двери открыты ты ждешь нас с любовью ты так сильно возлюбил этот мир что отдал Сына Свою единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную и мы молились молитва согласия спаси всех наших родных всех кого мы знаем всех кого мы так любим с которым мы имеем эти сердечные душевные связи используй нас сегодня Господь для вот этого спасения услышь наши молитвы сегодня идет страшная война пусть наши молитвы будут услышаны и пусть все те которые предназначены для спасения они спасутся в свое время мы просто вручаем их в Твою любящую отцовскую руку во имя Отца Сына и Святого Духа и народ Божий доскажет Аминь будьте благословены